Асиль Ирниск-Кзы – жительница села Белялды Токтугульского района. Она мать троих детей. Младшему три года, старшему пять. Как признается женщина, ее дети все время проводят на улице. Из-за отсутствия детского сада в селе она не может устроиться на работу, поскольку за детьми некому приглядывать. Новый детский сад – мечта всех жителей села. В нашем Аильном Аймаке есть более 600 детей от года до пяти лет. Как вы знаете, без определенных знаний сейчас в школу не берут. В садике дети могли бы хоть чему-то научиться. Конечно, я сейчас дома и воспитанию детей уделяю особое внимание, но все равно этого недостаточно. Многие моменты я не могу им объяснить так, как сделали бы профессиональные педагоги. От детского сада, который был возведен во времена Советского Союза, осталось только обрушившееся здание. Как вспоминают жители, этот детский сад был рассчитан на 75 мест. Однако после пиватизации участок детского сада был продан частным лицам, хотя он относился к муниципальной собственности. Этот участок был продан, будучи муниципальной собственностью. Наши судебные разбирательства не увенчались успехом. Победа оказалась не на нашей стороне. Как отмечают местные жители, если вопрос участка будет разрешен в их пользу, то местные жители готовы возвести детский сад собственными усилиями. Если бы вопрос участка был решен, мы могли бы ошарным методом построить садик для наших детей. Мы обивали пороги различных ведомств. Какие только инстанции мы не обращались. Но здесь все равно победили интересы частных лиц. Участок расположен в очень хорошем месте вдоль дороги. В Токтугульском районе актуальной проблемой является не только нехватка детских садов, но и плачевное состояние общеобразовательных учреждений. К примеру, эта школа в селе Сарусуго Токтугульского района была возведена в 1992 году после сильного землетрясения. В эксплуатацию она была сдана в 1996 году. Сегодня трещины в фундаменте и стенах говорят об аварийном состоянии этой школы. Соответствующий документ со стороны МЧС был выдан в 2011 году. С тех пор у нас не проводился даже капитальный ремонт. О строительстве новой школы я уже не говорю. Хотя наше село одно из больших, и здесь не помешал бы типовой проект здания школы. Эта школа рассчитана на 320 ученических мест, но на самом деле здесь обучаются 634 ученика. Из года в год учеников все больше, а мест все меньше. Когда приезжал президент, проблема детских садов была озвучена, а вот про нашу школу мы сказать не успели. А в этой начальной школе имени Назакеева в селе Кургон обучается 75 учеников. Как признаются учителя, из года в год находиться в этой школе становится все опаснее. Крыша учебного заведения в плачевном состоянии. Для ремонта школы денежных средств недостаточно. Поэтому на чердаке, где протекает шифер, стоят ведра. Это пока единственный способ избежать учительки крыши. Крыша учебного заведения в плачевном состоянии. Строительство этой школы началось в 1986 году. Возводили ее местные жители ашарным методом. В эксплуатацию она была сдана в 1987. Мы своими усилиями как-то сделали ремонт, но сама школа в очень плохом состоянии. Мы все боимся, как бы она не обрушилась в один день. Мы очень опасаемся за наших учеников. У нас нет ни актового, ни спортивного зала. Хотелось бы, чтобы для наших детей были созданы соответствующие условия для обучения. В Токтогульском районе насчитывается более 2000 детей школьного возраста. Число детей дошкольного возраста составляет более 1000. Охват детей дошкольным образованием составляет 21%. Это очень низкий показатель, отмечают в областной администрации. Население нуждается в школах и детских садах. У нас их недостаточно. Сейчас мы над этим работаем. К примеру, мы подготовили документы на открытие 14 дошкольных учреждений. Но здесь опять возникает финансовый вопрос. Из-за нехватки денежных средств наша проблема остается нерешенной. В марте здесь был открыт частный детский сад на 50 мест. В целом, за этот год здесь открылось два детских сада – в селе Чулпанатай и в селе Харасу. Таким образом, в Токтогульском районе на сегодня есть 20 дошкольных образовательных учреждений. Кундуз Казатай, Варискель Декокульбеков, Аллато 24, Джалабадская область.